Сегодня руководитель Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие во втором общероссийском социальном онлайн-форуме «Единая Россия», посвященном деятельности волонтерских центров. На форуме обменялись опытом волонтерской работы в районах и озвучили ряд новых социально значимых инициатив. Подробности у Мурата Джинкёзова. На форуме подвели промежуточные итоги работы партийных волонтерских центров за минувший год и обсудили планы на будущее. «Единая Россия» – единственная партия, которая во время пандемии занималась активной работой по поддержке населения. Ситуация действительно постепенно улучшается. Принимаемые меры дают свой результат. Но очевидно, что расслабляться еще рано. И поэтому сегодня мы продолжаем управлять все наши силы, все наши возможности, все наши ресурсы на помощь людям. «Волонтерское движение уже показало свою эффективность, результативность. И то, что сегодня волонтеры помогают и врачам, и людям, которые обращаются, которым необходима помощь, это сегодня уже факт, который невозможно отрицать. Сегодня заявок очень много на волонтерскую деятельность. Желающих тоже достаточно». Волонтеры «Единая Россия» провели серьезную работу, в которую были вовлечены сотни тысяч человек. Они перевозили врачей, обеспечивали их горячим питанием, доставляли людям лекарства, обеспечили информационную поддержку. «Наши единородцы сегодня хотят дойти до каждого ребенка, которому не хватает родительского тепла, подарить какие-то приятные минуты в Новый год, в эти праздники. Но это и во всей стране так сегодня. Поэтому партия откликается на просьбы, на нужды. Стараемся помогать». На форуме озвучили новые инициативы по поддержке незащищенных слоев населения. Среди них обеспечить жителей Севастополя единовременными выплатами к 70-летию Победы, лицензировать частные дома престарелых, выдавать пожилым и людям из группы «Риска», мобильные устройства и другие. Как отметил секретарь Карачаева-Черкесского отделения «Единой России» Александр Иванов, члены партии и дружной командой встали на борьбу с коронавирусом. В первую очередь был оперативно открыт волонтерский центр. Особенно важно то, что волонтерская работа была организована не по приказу или указке. Это был самый настоящий порыв, благородство и желание помочь людям. Причем партийцев всех уровней, от молодогвардейцев до депутатов Народного собрания. Однако, как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, расслабляться рано и работа будет не только продолжена, но и усилена. Мурат Ченкьюзов, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.